Казанский университет Казанский университет и 19 лет руководил им в должности ректора. Затем церемония во главе с ректором вуза Ленаром Сафиным перенеслась в императорский зал. Что касается премии, то в 2023 году из 20 российских и зарубежных исследователей в финал вышло 10 номинантов. По итогам голосования членов жюри победу одержал Юрий Ершов, профессор, академик Российской академии наук и главный научный сотрудник Института математики Сибирского отделения Российской академии наук. По словам самого ученого, победа для него значит очень многое, ведь в свое многолетнее исследование он вложил много сил и знаний. Я очень болею за развитие науки в нашей стране. И как я уже говорил, еще раз могу повторить, что Татарстан это то место, где не только понимают, что это так, но и реально делают очень много для того, чтобы это развивалось. Укрепить торжественное настроение зрителей и почетных гостей в стенах императорского зала своей речью смог ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Он подчеркнул, что вручение премии Лобачевского именно в ВУЗе является важным и значимым фактом не только для университета, но и для науки в целом. Также он выразил искреннюю гордость за всех, кто был номинирован, кто присутствовал и кто оказал содействие в реализации этого масштабного события. И поделился с гостями небольшой историей самой премии Лобачевского. Историческая традиция поощрения выдающихся математиков с достижением мирового значения премии медали имени Лобачевского была возрождена в год 225-летия в 2017 году в Казанском федеральном университете. И продолжается по сей день. Я хочу особые слова благодарности высказать Раису Республики Татарстан, Республике за поддержку номинации этой премии. Кроме того, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, который лично присутствовал на вручении премии, поблагодарил каждого присутствующего в зале. Его речь была пропитана гордостью за вуз, выпускником которого он являлся, ведь в 1986 году он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова Ленина. По специальности инженер-механик, а также имеет ученую степень, кандидат физико-математических наук. Он поприветствовал всех от имени Раиса Татарстана Рустама Мениханова и правительства Республики Татарстан, а также уточнил, что с момента основания Казанского университета математика всегда была в центре интересов Казанского научного сообщества и привлекала внимание блестящих умов из многих уголков страны. С момента основания Казанского университета математика всегда была в центре внимания Казанского научного сообщества и привлекала внимание блестящих умов со многих уголков страны, которые, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в мировую науку. Имя Николая Ивановича Лобачевского среди них особенно выделяется, ведь его выдающиеся способности распространялись и на сферу управленческого труда, что проявилось в его деятельности в качестве ректора Казанского университета. Сегодня Республика Татарстан является одним из крупных российских центров информационных и компьютерных наук. Это было бы невозможно без опоры на фундаментальное математическое образование. Директор Института математики и механики и проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова отметила, что вручение премии в области фундаментальной и прикладной математики имеет важное значение не только для конкретного направления, но и для вуза в целом. По ее словам, студенты испытывают гордость за место, в котором обучаются, благодаря большому количеству известных выпускников, которые за годы своего существования выпустил наш вуз. Очень ценно, что это помнит не только старшее поколение, которое с возрастом осознает и масштаб личности Лобачевского, и все его труды и деяния, а очень приятно, что, как вы видели, наверное, сегодня в зале было очень много молодых лиц, и ни один из студентов или школьников не ушел с такой, знаете, кислой миной, зачем меня сюда загнали. Потому что ребята все уходили воодушевленные, и чем больше будет подобных мероприятий, как мне кажется, тем скорее ребята поймут, что наука это очень красиво и интересно, этим стоит заниматься. По завершении торжественной части обладатель премии Юрий Ершов прочитал лекцию на тему своей научной работы, которая позволила гостям углубиться в детали его научных трудов. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.